Мы только что посмотрели видеофрагмент из индийского кино и дословный перевод ох этот сладкий брейк согревает душу мою индусскую. Это новое утро, друзья. 718-6191 задавайте вопросы нам и нашему гостю. А у нас сегодня в гостях Владимир Жердинский. Здравствуйте, Владимир. Преподаватель брейк-данса в еврейском культурном центре Бейт Грант. Добрый день, да, все в принципе западает. Все правильно. Не врет этот человек в этой странной шапочке. Обычно люди в таких шапках врут, что ли? Я не знаю. Владимир, как для преподавателя в такое время? Привычно вставать? Для брейкера скажу. Для брейкера. У нас наверняка вечернее занятие. Ну да, честно говоря, я обычно прихожу в занятии, хожу бывает такое, что в 3 часа дня, а прихожу в полдвенадцатого к одиннадцатого. Часто такое бывает. Это так долго вы танцуете с учениками? Да, по тренировке, но в разных залах. Если учесть еще тренировки с ребятами, которые я проложу вот конкретно. Плюс еще свои тренировки. Ну, как бы я не забываю о своих тренировках никогда. А какие у вас есть титулы? Вы же титулованы в брейкер? Ну да, конечно. Есть много титулов, есть много событий, на которых мы побывали и тоже, которые нам прибавили много знаний, опыта. Ездили, изначально ездили больше локально, по Украине. То есть все, в принципе, крупные города уже по несколько раз давно объезжены. И на всех крупных фестивалях украинских точно были. Сейчас ставим другие цели, чуть подальше уже выезжать за рубеж. Ну и, в общем-то, у нас неплохо уже даже получается. В ближайшие три года много стран посетили. И вот, например, на последнем фестивале в Словакии этот отбор был среди европейских команд на чемпионат в США финальный. Ничего себе. Вот, и мы вошли в восьмерку, ну, с моей командой. Ну, не скажу, да, что это супер титул. Ну, мы гордимся вами все равно. Сколько команд там было? Восемь? Около пятидесяти. А, ну так это вообще, это здорово. Класс, вот такие вот у нас брейкеры живут в городе. Скажи, пожалуйста, в Бейт Гранте как давно существует вот секция, можно так сказать, брейка? Брейкинга существует давно. Ну, вот конкретно я начал преподавать в Бейт Гранте не так давно, около полугода примерно. Ну, а брейком существует около трех-четырех лет. Наверное, около трех точно. А ты когда начал? Какие виды брейка вы преподаете? Какие виды брейка? К сожалению, на данный момент существует только один вид брейка. А нижний и верхний это не разновидности? Ну, вот я хотел разоблачить много мифов сегодня. Мы любим разоблачать у нас в Бейт Гранте. Да, разоблачить. Разоблачители мифов нас еще в Коле называют. Ну, к примеру, некоторые называют его вообще рэп на голове. У кого-то есть такое название. Кто-то вообще не понимает, что такое на самом деле хип-хоп и брейк, как это связано. Многие считают, что хип-хоп это только музыка, другие считают, что это только танец. На самом деле это культура, которая объединяет все вместе. И музыку, и танец, и искусство на стене. И рисовать на стене. Рафицы. Рафицы райтеры, да. Которые рисуют на стене. Это один из элементов хип-хоп культуры. Один из элементов брейкинг. Дальше идет диджеинг. И музыка вся связанная, которая воспроизводится с помощью диджея. Есть также MC, мастер церемонии. Тот, который отвечает как раз за микрофон, который расслабляет публику. Ведущий просто. Да, ведущий. Образно говоря, да, ведущий. И, конечно, знания, которые, ну, важно, хип-хоп культура подозревает то, что ты не будешь просто заниматься этим поверхностным. Ты должен, если ты занимаешься этим, ты должен глубоко копать и развиваться. Ну, я смотрю, ты занимаешься этим явно не поверхностно, потому что ты рассказываешь. И ноги, а ноги-то танцуют. Ну, можно, да. Не дня без танца, конечно. Ну, физическая подготовка какая-то особая нужна для того, чтобы прийти вот и начать танцевать. Или мы с Колей можем запросто вот танцевать? Мы сейчас с тобой и проверим, сможем. Ну, физическая подготовка будет расти в зависимости от времени, которым вы занимаетесь. И подходы к более сложным элементам, более сложным техникам, чтобы делать все правильно, все движения правильно. А так как бы для начала, я считаю, что, ну, любой человек может спокойно прийти, неважно даже, какой у него там возраст. Это много раз уже разоблачалось тоже тот факт, что если тебе уже там 20 или там 25, то все, тебе или там 30, то тебе запрещена дорога. Вот у моего друга, к примеру, на тренировки ходит молодой человек, физик, математик, которому 40 с чем-то лет. И у него неплохо получается. Дело в том, что брейкинг он не ограничивает. И так же, как и хип-хип-культура, она, главная цель не ограничивать. Как в одежде, у тебя должен быть свой стиль, как в танце, в одежде. В выборе музыки, да, и тому подобное. Поэтому в каждом, я считаю, есть какая-то своя самобытность и свой стиль. В брейкинге это легко выразить. Для этого не нужно супер каких-то сил, там, супер каких-то мощных спинных рук, физической подготовки. Мне нравится эта философия. Так давайте мы посмотрим, как вы выражаете. Без проблем, давайте попробуем. Просим. Я как маленький будочку. Мы сейчас с тобой будем смотреть и учиться, Наташа. Да, а может быть мы потом даже попробуем что-то. Это вот так, Наташа, мы с тобой даже так же вдруг попробовать будем. А. 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 я знаю после каждого удачного элемента надо подбадривать спасибо большое я думаю я бы поломался можно не сможем такое делать что-то простое то что мы могли бы изобразить попробую я на всякий случай головной уборство и ставлю да давай попробуем только что-то вот я не смогу крутиться давайте попробуем сначала сверху то что начинается сверху называется топ-рок то что он за топ вот это вот да разные шаги казалось бы ничего простого надо просто шагать под музыку да очень попробуем пару шагов первый шаг будет перекрестный когда мы перекрещиваем ногу одну через другую обратно возвращаем обратно обратно руки у нас при этом собираются вместе нам этого скорей достаточно пошагаем мы как будто какой-то грузинский танец можно продолжить сразу сделать даже внизу что-нибудь похоже можно но мне кажется внизу не нужно сейчас будет громких мы сделаем то же самое только внизу смотрите я ставлю правую руку и сделаем то же самое наискосок поставили ногу ничего сложного правда вообще ничего сложного казалось бы да поднимите колю мне пожалуйста спасибо большое очень интересно мне понравилось я думаю мы продолжим даже проведешь эфир дальше сама мне к врачу на не правда так что мы расходимся по местам мы знаем что вы принесли нам видео которое связано сегодня сегодняшней нашей тематикой я хотел рассказать хотел рассказать что хип-хоп культур она очень много сам многонационально если ты говоришь что это чужая к этой культуры которая принесена к нам я так не считаю потому что в том же брейкинге и в культуре есть много того чего принесла даже наша страна славяне как тот же там вот это все и тот же восток и я хочу показать видео на котором показаны как из разных национальностей и других культур что было привнесено даже вот примеру вот танец брейкинг отлично давайте посмотрим а нам говорят что пока видео не будет она еще не доехала тогда она еще не доехала процессе а пока пока снимают видео про брейк разных культурах расскажи а ты сам вот лично ты сколько уже занимаешься но вот конкретно чтобы в зале в зале зала начал с 2005 года а так до этого сам пробовал дома ну конечно это было смешно но я думаю не смешнее чем у нас только что с колей а с какого возраста могут приводить деток к тебе вот на занятия по экрану ну вот средний возраст правило вот колеблется от шести семи лет до двенадцати вот ребят которые которые у меня ходят но опять же говорю я лично никаких ограничений не вижу если человек сам не видите для ограничений ну если трехлетнего ребенка трехлетний малыш танцующий вот у меня есть у меня есть просто у меня ну есть опыт работы так как пример даже мой младший брат им годик гоша привет я уже с ним немного работаю и что получается да если он слышит музыку он начинает сразу при танцах вот это видео надо было нам тоже принести если вам даже годик не бойтесь приходите в еврейский культурный центр бейт гранд владимиру он вас научит брейку что важно вообще что важно для того чтобы понятно что физическая подготовка может быть любое что важно для того чтобы танцевать брейк есть люди которые но не не сможет он танцевать никогда но вот никогда не стояла вот так на голове боюсь я этого делать боюсь я поломаться и и я и ты я вот боимся мы что важно и хотя бы я думаю что же не очень что положено побороть как себя может быть настроить даже и ну вы просто когда будете будете пробовать главное здесь не спешить вы сами поймете что ну все просто если подходить по умному то есть не делать то к чему вы не подготовлены если не делать это вот и все будет отлично просто ну постепенно как бы я всегда вот если я вижу уровень подготовки человека который пришел на тренировку я начинаю какие-то подготовительные упражнения сразу могу не дать движение чтобы он делал у нас приседания были бы то есть вот так никаких проблем не будет и он сам поймет что ну со временем что он может сделать его тело готово на это мы перед тем как выйти вот с тобой в эфир смотрели индуский у нас был такой брейк как ты считаешь это брейка можно назвать или нет ну почему я же говорю тиктоник какой-то а что такое тиктоник кстати так что то есть брейка или нет или это или это совершенно разные направления разные очень разные но я как бы никакого негативного отношения у меня нету тиктоника но тем не менее это очень молодой танец и он еще совсем не созревший я сомневаюсь что он созрение созреет я думаю это больше как модная тенденция а брейк был и будет всегда это что у нас уже видео наше приехало я понимаю да это видео ну давайте посмотрим его сейчас я могу прокомментировать можешь конечно да конечно с удовольствием вот молодой человек говорит о том что никто из нас не придумал движения все они были уже миллионы лет африка мы видим да точно тысячи лет действительно отовсюду по чуть-чуть можно сказать что брейк такой танец вира искусство очень много сделали большой вклад в брейкинг вот это очень похожий в бред и философия и костюмчик тоже такой а это проводится аналогия да а аналогия тоже брейк брейк танец мира действительно вот вот так многие у нас люди в ресторанах когда свадьбы отмечают но брейк это вообще танец улиц да на самом деле считается или нет хип-хоп музыка улиц да в принципе просто так случилось что начиналось это в бедных районах и ребятам это очень помогло потому что было много очень беспорядков в сша в бронг все были такие опасные были очень районы гетто в которых была очень тяжелая установка и даже я могу предвидеть вот такой вот пример к примеру молодой белый парень который подружился из черной банды с ребятами с черной банды для того чтобы они научили его парочки движениях вот настолько все было так так объединял кип-хоп и брейкинг ого а ты тоже так делаешь много чего делаю но как каждый как каждый для себя выбирает то что набор движений которые ему больше нравится потому что есть очень много движений стремлюсь конечно изучить все по вот этому видео можно сказать что брейкеры в какой-то мере пытаться нарушить законы физики даже потому что некоторые движения вот бег по стене допустим все как раз очень подвергается законам и законам физики с помощью них все и происходит а конкуренция большая среди брейкеров или это все дружелюбно миролюбиво проходит дружелюбный на самом деле конкуренция способствует развитию ребят но вот в общем то из-за этого конкретно и получился танец и он очень разночен развиваться из-за того что все хотели быть как хочет быть круче другого показать что его стиль лучше и вот так все собственно развивались вот поэтому ребята все дружелюбные но но опять же я говорю вот такой характер соревнования он присутствует и помогает ну как в конкурсах красоты там в косовку кроссовки битая стекло не подсыпают и не мешают когда дружелю дружелю дружелюбная конкуренция здорово это хорошо ой как весело ухты вы так тоже дорожно то что вы наверно говорили а вот этот раз на стиле раз на стиле брейка на самом деле раньше у нас так называли верхний брейк и нижний просто из нестатка информации на самом деле верхний стиль называется фанк стайлс показывали ну спасибо владимир что просветили нас мы наконец-то так и узнали с тобой наташа что нету нижнего брейка нет вот обманывали разрушили этот миф мы сегодня разрушили моего для вас наши дорогие у нас в гостях был владимир жердинский преподаватель еврейского культурного центра бейт грант он преподает там брейк спасибо владимир что сегодня были с нами если вы хотите заняться брейком так приходите в еврейский культурный центр бейт грант на нежинскую а я хочу напомнить что спонсор нашей программы строительная компания будова всегда приятно возвращаться домой но сейчас реклама после которой мы вернемся в ваши телевизоры